13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я говорю снова здравствуйте нашим слушателям. Приветствую гостя в студии Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. И я сразу же напоминаю нашим слушателям, что вопросы гостю можно задавать через форму анонса на нашем сайте. Вопрос уже есть, об этом чуть-чуть попозже. А с Юрием Львовичем мы начнем сегодняшнюю программу. Мы начнем сначала с фразы. А, да, да, я про нее забываю. Успокоят, что все сказанное на эфире является моим оценочным мнением. Все. И также и редакция, наверное. Совершенно верно, да. Ну и мы в прямом эфире, так что редакция-то в некотором смысле застрахована. Тут, если что, больше вы подставляетесь, да. Вот, поэтому, да, это все является оценочным суждением. Да. Оценочным суждением. Хорошо. Начнем мы с вами, Юрий Львович, с оптимизации структуры городской администрации. Информация в широкое поле, так скажем, вышла накануне. Ну да, она вчера только появилась. Я так понимаю, что на ближайшем заседании городской думы планируется новую структуру администрации утвердить. Вот. Давайте мы просто, ну, понятным людям языком объясним, что меняется. Значит, я тогда процитирую отдельные фрагменты пояснительной записки, которую направил в адрес городской думы глава администрации. Илья Шульгин? Да, и буду разъяснить. По его инициативе это было? Да, конечно, да. Так. Значит, какие будут изменения? Вместо первого заместителя главы администрации города Кирова вопроса организационного, кадрового и протокольного обеспечения деятельности администрации города Кирова, противодействия, коррупции, организации работы с обращением граждан будет координировать заместитель главы администрации. Просто заместитель? Да, просто заместитель. Это будет госпожа Щегарева. И на Геннадий, по-моему, да? Значит, вместо заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства вводится в штат и единица первого заместителя главы администрации. На первого заместителя главы администрации дополнительно возлагаются вопросы курировой работы заместителя главы администрации города Кирова по инвестициям. Это будет новая должность у нас. Это вообще новое направление работы? Да, совершенно новое. И заместитель главы администрации города по вопросам строительства и градостроительства. Но у нас был заместитель, который строительный отрасль, Роман Морозов. Он остается? Да, он остается. В целях более эффективного взаимодействия объединяются два отраслевых органа администрации Кирова. Это управление жилищно-коммунального хозяйства и управление благоустройством и транспортом в один отраслевой орган. Он будет называться департамент городского хозяйства. То есть он укрупняется? Он укрупняется, да. Кто будет руководить? Известно ли уже? Пока еще это не объявлялось. Но на городдоме вам расскажут? Да. Вам всех представят? Конечно. Значит, два отраслевых органа администрации. Это управление делопроизводством и архивом и управление организацией работы и взаимодействие с общественным объединением в один отраслевой орган. Он будет называться департамент организационной работы и делопроизводства. Ну, тоже укрупнение. Отдел сельского хозяйства присоединяется к управлению и развитию предпринимательства и потребительского рынка в качестве его структурного подразделения и вообще его назначения, честно сказать, не очень понятно. Ну, так как у нас все же дотации сельскому хозяйству городскому существует... Городскому сельскому хозяйству. Это какая-то просто вот такая странная какая-то... Нет, у нас есть сельское хозяйство в муниципальном образовании город Кирк. Ну да, у нас есть по-другому. У нас же расширилась территория. Совершенно верно. Координацию работы и осуществление контроля за деятельностью отдела информационной работы будет осуществлять глава администрации города. Что приводит сами... А, напрямую, фактически. То есть пресс-служба, получается, вот пресс-служба городской администрации в подчинении главы администрации. А раньше было не так. Раньше было не так. Должность заместителя главы администрации и начальника департамента образования объединяется в одну должность. Заместитель главы администрации и начальник департамента образования. То есть здесь социальный блок будет входить. Департамент образования, руководитель его будет заместителем главы администрации. Вчера на эту должность был назначен... Александр Измайлов. Измайлов, да. Бывший заместитель и бывший министр... Министр образования области, да. Вместо? Не вместо. Не вместо. Ну подождите. Вот заместителем все-таки была Светлана Витальевна Шумайлова, которая возглавила космический центр. Сейчас это будет Александр Измайлов. Он параллельно будет... Куда входит управление по делам молодежи, физической культуры и спорта, управление опеки и попечительства и управление культурой. Это вот все. Все вместе. Да. Нет, ну это отдельные департаменты управления будут. Управление изменить. Но руководить всем будет Александр Измайлов. Он же будет руководить образованием. Совершенно верно. Отдельно заместитель главы администрации Кашкарев, который возглавлять будет, Селедович, туда входит департамент финансов, управление муниципальных закупок и экономическое управление. Финансы все вместе. Да. Новый заместитель главы города по инвестициям-то неизвестен, но в его починении еще будет находиться департамент муниципальной собственности. Илья Вячеславович, я очень выразил, обратил внимание на работу мупов и акционерных обществ, которые находятся в видне городской власти. Был он очень удивлен для себя и поражен тем, что на 1 января 2018 года ни одно акционерное общество не сформировало бюджеты. Ну это вообще нонсенс. Акционерное общество, не имеющее бюджета, это, сами понимаете, говорит о уровне компетентности руководителя и исполнительской дисциплины. Так, а что с ними будет? Я думаю, что в ближайшее время... Мупы-то кому подчиняться будут? Как раз от заместителя по инвестициям? Нет. Нет? Это от принадлежности каждого мупа будет зависеть. Да, конечно. Но в основном они все будут ященьками подчиняться. Я думаю, что в акционерных обществах все же грядут изменения. Я не знаю, это будут местные наши товарищи или кого-то будут приглашать с более высокой компетенцией. Но то, что изменения там будут проходить, мне кажется, это... Вчера дали понять? Нет, никто ничего не давал. Ну, в принципе, были некие... Ну, раз было, недовольствовало говорить. Да, недовольство. Понятно, что надо же как-то ситуацию вводить из такого тупика. Они должны приносить прибыль, потому что у нас есть очень новая программа, которая будет требовать софинансирования. Это решение вопроса в Москве о строительстве шести детских садиков. 18-19 год. И там будет софинансирование, которое будет складываться и софинансирование федерального области и города. И вот ту часть, которая в город, надо же находить эти деньги. Их же сейчас в бюджете пока нет. Народ будет усматривать их. И 19-й год пока не нет. И я думаю, что вот эти акционерные общества, которые будут приведены в надлежащий... А успеют их привезти за год? Даже меньше? При желании можно сделать, наверное, все. Можно успеть. Хорошо, Юрий Львович, Ваша оценка. Во-первых, по кадровому составу, если мы говорим о реструктуризации структуры городской власти, насколько в процентном соотношении люди остались прежние, и насколько вот новых обновлений? Сколько процентов? Небольшой процент, на самом деле. Мы пока видим всего две должности, на которых пройдут изменения. И понятно, что внутри подразделения наверняка изменения по численности в связи с изменением задач будут меняться. Где-то будет уменьшаться, а где-то будет прибавляться. Но общая численность, как я говорил, она не вырастет. Общая численность чиновников? Чиновников, да, всех. Так, теперь, что касается заместителей. Заместителей становится больше или меньше? У нас на одного прибавилось, это вот заместитель поинвеститься. Новый человек, чье имя вы пока не называете. А вы его знаете? Я его не знаю, поэтому... А, то есть вам прямо вот на гордуме представят человека? Или пока еще может быть нет? Может, его еще не на этой думе представят. Понятно. А он будет назначаться как-то вот через конкурс или... Нет, это должность не назначается. Понятно. То есть... Через Думу проходит только первый заместитель Нового года. То есть его предлагает глава администрации? Да, утверждает. Понятно. Ну, я думаю, что на комитетах нас познакомят, конечно, на комиссиях. Но это пререрогатива глава администрации. Хорошо. Теперь скажите мне, пожалуйста, а зачем вот это все делается? Вот честно, вот эти вот движения от одного заместителя к другому, каких-то, какое-то переподчинение ведомству? Понятно, чтобы повысить управляемость и эффективность работы чиновников. Только другой цели в этом не может быть. А вы думаете, да? А может, просто вид вот сделать, что пытаемся повысить эффективность и управляемость? Ну, я думаю, что Илья Вячеславович не относится к той категории людей, которые работают на пиар. Вот с теми вопросами, с которыми я сталкивался. Я вижу, что он, так как настоящий предприниматель решает, и организатор производства вопросы, лишь бы он не устал это делать, и потерял настоящее. Задор, задор, чтобы не потерял. Видно, что это нелегко все делать и... Потому что болото засасывает, Юрий Иванович. Мы же боремся с этим болотом. Конечно. Соткаемся. С теми силами. Да. И я очень надеюсь, что это получится. Я верю в это, что должно получиться. Система будет работать более эффективно, но и надо полагать, что... Ну да, потому что уровень работы некоторых акционерных обществ и мупов, он просто... Возмутительный. Возмутительный. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы, в нашей студии. Мы выслушиваем его особое мнение и вернемся к этому через полминута. Мы продолжаем. В нашей студии Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы, программа «Особые мнения». Яна Лубшина по-прежнему тоже в студии нахожусь. Мы переходим ко второй теме. Тема тоже связанная с деятельностью городадминистрации, деятельностью городдумы и напрямую с нашим гостем. Потому что касается, да, его избирательного 14-го округа, мы будем говорить о подготовке города к половодью. Что происходит в вашем округе? У вас, у вас повезло в этом смысле, да? Да, мне всегда везет. Я привык к этому, что мне всегда везет. Вчера под руководством главного федерального инспектора по местам затопления проехала комиссия, в которую входил руководитель МЧС, глава администрации города и другие службы, которые принимают непосредственно участие в предотвращении тех последствий, которые может принести. Возможные последствия. Я так понимаю, что результатами подготовки комиссия эта была удовлетворена, потому что наплавные тротуары в нужных местах уже сейчас есть. Так, давайте скажем. Места временного расселения проверены и существуют. Временное расселение для тех людей, которые именно затоплены будут, да, и кого надо будет эвакуировать, не дай бог. Ну, ожидается, по прогнозам специалистов в половодии, ниже, чем в прошлом году. То есть, места подтопления будет намного меньше. Ну, так надеются, по крайней мере. Но если что-то произойдет, то службы города, МЧС готовы принять все меры для того, чтобы минимизировать те потери, которые будут произойти. Хорошо. Ну, вот примерно мы можем спрогнозировать, в какое время будет пик. Пик. Это где-то на следующей неделе, я так понимаю. Нет, похоже, до следующей недели никакого пика не будет, потому что на следующей неделе у нас ожидается похолодание. Но не до минусов. До минусов. До минусов? До ночное время до минусов. По крайней мере, до середины, если не до конца следующей недели, у нас ночные температуры будут минусы. То есть, на майские праздники нас ждет. Ну, может быть, если будут дольфистики. Кого-то авральная работа, а кого-то... Ну, по прогнозам того, что было там позапрошлым году, не ожидается. Есть, конечно, места, которые, понятно, что будут подпоплены. Ну, то есть, Вересники, Дымково, там, понятно, всегда есть. Ну, не все. Во-первых, в меньшем обмене, намного меньше, но вот такие положительные прогнозы пока существуют. Ага, отлично. Тут вот есть еще одна хорошая положительная новость, которая поступила к нам вчера. Мы сегодня в дневном развороте со Светланой Занько к этой теме обращались. Было заседание рабочей группы в общественной палате. Рабочая группа по... С длинным названием. Да, с длинным названием. По контролю за ремонтом и с содержанием дорог, если коротко. Решался вопрос содержания и уборки города и дорог городских, и тротуаров в летний период. Обсуждался... Обсуждался. Обсуждался. Обсуждался, Юрий Львович. Вы принимали в этом участие. По итогам обсуждения было принято решение о том, что в городе заработает горячая линия, куда можно будет позвонить и пожаловаться на то, что происходит в процессе уборки, а происходит на самом деле не самая веселая картина. Мы помним, Светлана Занько на прошлой неделе выложила видеозапись у себя в Фейсбуке о вот этих вот пыльных совершенно бурях. Ну и не только Светлана Занько выкладывала. Да. Потом и параллельно подключилось еще большое количество горожан. Я бы вот хотел всем этим... Всем этим? Это кому? Ну, те, которые фиксируют активистам, да. Посоветовать подойти к водителю машины или там технического средства, который это нарушает, потребовать остановить это изобразие. У меня, по крайней мере, это получалось. Юрий Львович, во-первых, вы лицо представительное. Вы лицо... Вио-то по представительному лицу. Вы лицо знакомое многим, скорее всего. Люди понимают, что вот вы тут подошли не просто так, значит, а начальник, получается, да. А вот я, например, подойду и скажу, так, товарищ, а ну-ка прекрати, он мне скажет, да... Не факт. Ну попробуйте. Попробуйте. Я, бывает, подхожу там, гуляю утром в спортивном костюме, то есть не на галстуке... Не в пиджаке. И в пиджаке, как говорится, да. Без шляпа. И все равно реагирует. Реагирует, да. Ну вы просто вот... Некоторые, правда, реагируют так, что в это время прекращают, потом продолжают, да. Но если ты уже повторно обратишься, то обычно это все прекращается. Хорошо. Мы призывали общественную палату, и я думаю, что вы, как член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, тоже, может быть, обратите их внимание, да, как можно шире все-таки распространить вот этот номер телефона, на который можно жаловаться 38-14-77. Баннер, пожалуйста, сделайте на сайте общественной палаты. Мы с большим удовольствием им поделимся. И я думаю, что это сделаем не только мы, но и наши коллеги из других СМИ обязательно это сделают. Конечно, давайте как-то вот вместе попытаемся эту проблему победить. На самом деле... Ну я хочу сказать, что вот пример прошлого года, когда мы разместили информацию о качестве ремонта дорог, и дали там телефоны и сайты, куда можно... Куда жаловаться? Да, почту электронную. То количество людей, которые на это открыли, было огромное просто. Но это была же такая информационная работа на самом деле была проведена. Ну я очень надеюсь, да, что общественная палата ведь опытом прошлого года как раз может воспользоваться в этом смысле, да. Мы готовы работать. Ну я думаю, что у Верых будет, как руководитель ДДХ сказал, другой подход к этой уборке, и он будет его требовать. О том, что сначала будет проходить жаловичная уборка той песчаной смеси, которая... Сначала песочек сметут, условно говоря. Да, уберут, да. Потом его смочат, и потом будут проводить влажную уборку. Любой домохозяйке это слово знакомо. Юрий Львович, вот после того, как было сказано руководителям ДДХ о том, что все должно быть так, сразу же после этого появились в видео, по-моему, Багира Шарифова о том, что все происходит по-прежнему. Вот, потому что нет, как я это заметил еще, когда в эти периодные контролировали ремонт дорог, не существует линейный контроль. То есть мастера участка, будем говорить, на котором закоплены определенные территории, период уборки практически всегда отсутствует. Не знаю, какими кабинетами они там владеют, и что их так отвлекает. Но вот сколько я убеждался и по уборке города, и по ремонту, увидеть мастера вперед проведения работы, это вот какое-то чудо. А может, они прячутся? Может, их недостаточно, может, или их вообще отсутствует. Вы думаете, они бегают по участкам? У них несколько... Они не бегают, я думаю, что вот если бы они бегали, тогда бы вот этих безобразий не происходило. все же, когда идет контроль за работой исполнительной, они стараются все же как-то выполнять те требования, которые, но при отсутствии контроля, не происходят. Каждому прибирающемуся подрядчику, Юрию Львовичу, мы не приставим ведь контролирующего товарища. Мы контролирующие сами себя должны внутри подразделения контролировать. Вот с этого начали. А контролировать их будут сейчас еженедельно, чего раньше не было. И оценки будут выставляться еженедельно. То есть, минимально 4 раза в месяц представители контроля с ДДК будут проверять качество уборки на этих территориях, которые выполняются на флажных заказах. Качество уборки уже готово или в процессе? Нет, я думаю, что готово, конечно. То есть, вот этих вот туч, которые, не дай бог, могут появиться, проверяющие могут и не заметить, потому что туч осядут уже к моменту принятия результата работы. То есть, больше все-таки результат контролировать, нежели сам процесс. Да, конечно. Потому что на основании результата выставляется оценка, соответственно, происходит такое. Ну, вот это не очень хорошо, на самом деле. Хотелось бы, чтобы процесс тоже контролировали. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Мы продолжаем. Еще одна городская тема, о которой все-таки хотелось бы мне поговорить. Это проверки, идущие сейчас, завершающиеся проверки торговых центров, но предметы безопасности. Насколько я понимаю, речь идет не только о торговых центрах, но и о других объектах с массовым пребыванием людей. Я хотел по этой теме высказаться, наверное, скорее всего, в следующий раз, потому что мы на очередное заседание городской думы представителей МЧС и проверяющих органов пригласили. На очередное, это вот здесь, которое будет? Ну, в этом и все. Давайте, слушайте, напомним, какого числа? 20, забыл. В среду? Да. Не в эту среду. Не в эту среду, через среду, получается. И вот после этого я смогу более подробно рассказать о том, что происходит в этой части в нашем городе. А так как я не владею официальной информацией, ну, не сторонникам, потому что это очень не владеешь официально. Ну, хорошо. Владельцы торговых центров на вас, как на депутаты городской думы, не выходили, не советовались, не спрашивали. Может быть, вы знаете кого-то там, да, кто может, рекомендации какие-то дать. Ну, это не вопрос о нашей компетенции, поэтому... Хорошо, Юрий Львович. Ладно, в следующий раз. Не в теме. После заседания. Хорошо. Вот. Тогда мы, наверное, сейчас с вами сбегаем быстренько на рекламу. Возвращаемся в эфир в нашей студии по-прежнему Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы. Мы переходим к следующим темам. Хотела я у вас спросить все-таки по итогам вчерашней истории фактически у наших соседей, близко очень к нам Башкирия, инцидент в школе Стервитамака, где ученик с ножом напал на одноклассников учителя информатики, пострадавшие сейчас в больнице. Их состояние удовлетворительное, оценивается как средней тяжести. Две девочки и мальчик остаются в реанимации, учительница. Ну, вот, собственно говоря, значит, по итогам школьник был задержан, напомню, до 17-летнего молодого человека в отношении него возбуждено уголовное дело. Да, он, кстати, себя тоже ранил и поджег, насколько я помню. Вот. Также возбуждено дело о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Вот так вот. Ну, я что хотел бы отметить... Не первый случай, к сожалению. Да, не первый случай. Я так понимаю, что есть такое существование. Понятие эффект Вертера. Это синдром Вертера называют, когда массовая волна подражающих самоубийств совершается после самоубийства, которое публично и широко освещалось на телевидении или в СМИ. Вот я вообще сам сторонник того, чтобы вся информация попадала в СМИ. Юрий Львович, по-русски это называется дурной пример заразителю. Да, совершенно верно. И вот эти, мы насмотревшись, то, что происходит, нам же широко показывают на экранах телевидение о том, что происходит в недружественной Америке, и вот эти дурочки, проживающие на территории Российской Федерации... Где, слава Богу, нет свободного доступа к огнестрельному оружию. Да. Они становятся такими подражателями. И вот это приводит вот к таким действиям, которые произошли, наверное, в Башкирии и в ряде других мест. Башкирия и Пермь, и еще в лесных регионах. Ну, надо отметить один, если это действительно положительным результатом, в вчерашнем видео, о том, что, как бы, во время пожара сработала все же пожарная сигнализация. Значит, там уделяют внимание, и мы уже, понимаешь, в школах Башкирии... Они уже переоборудовали после Кемерово. В школах Башкирии все сработало. Ну, меня другое очень предупреждает, что этот, этот школьник систематически был поклонником Колумбайна, постил агрессивный видосы всякие, переписывался, я предупреждал о том, что желает как много больше убить людей. У него там даже звучало, я ответил фразы, я уже подготовился, я заберу с собой людей, я хочу видеть крики, слезы, страх. Хотя бы, и ненавижу, общество, школа два года меня добило, моя ненависть просто так не утихнет. В это время, когда надо заниматься нашим службам специальным, поиском вот таких идиотов. Он еще и больной, на самом деле, человек. Ну, давайте не так, он все-таки ученик коррекционной школы. Коррекционной, болеющей. Человек, которого, да, может быть, есть какие-то... Он делает публичные заявления, при том, мониторинге, который проводят наши службы, вы это не увидите, допустим, ну, видать, Телеграм сильно всех отвлек в последнее время. Ну, собственно, поэтому, видимо, возбудено дело о халатности. Ну, скорее всего, да, потому что Телеграм это очень такая штука, которая отвлекает у нас все службы. Роскомнадзор и все остальные. Хотя все забывают такую, я не знаю, поговорку или высказывание в английской армии с высказанием Капрадо, если ты не знаешь, что ты не можешь выполнять приказ, его не надо отдавать. Мы в этом прекрасно убедились о том, что распоряжение блокировки, ну, не то, что фактически, оно не работает. Не работает. Пошел четвертый день блокировки Телеграм в России. Вы пользуетесь, насколько я понимаю, да? Я отслеживаю, как выполнять, как это будет. Это как выполняется судебное решение по блокировке Телеграмы. И как? Не выполняется. У вас Телеграм работает? Мや работа. У вас работает? Вы ходите как-то вот обходными путями или у вас прям вот... Нет, он и так работает. Прекрасно работает. Я пробовал и так, и так. Он работает и без всяких... и без прокси-сервера, и без VPN работает. Просто работает? Не всегда. Ну, работает. Но он заблокирован с понедельника, но работает. Не работает другое юрид русских стран. Не работает другое. Я вчера на ленте новости увидел такие, ну, не коснулось меня, конечно, но вот когда пишут о том, что 3D-томограф или, не помню точно, в зубных клиниках зарубежного производства не работает, потому что система не дает проверить лицензию на их использование, люди, соответственно, не получают. Система «Умный дом» во многих местах отказали, но это вообще страшная штука, потому что там уже, это касается электроэнергии, тепла, работающих газового отопления, ну, и много другого, безопасности в том числе, она просто блокируется. Перестала работать? Да, на днях, я не помню, то ли в Домодедово, то ли во Внуково в ручном режиме, значит, списки сверяли в связи с тем, что произошла блокировка системы регистрации. Ну, и мы видим, у банков проблемы. Да, у банков отдельных, да. То есть мы там эти миллионы IP заблокировали, но я думаю, что это только приведет к тому, что мы научимся, там, в годе 20-го мы получим хороший фаервол, как в Китае, и будет у нас внутренний интернет. Тогда можно блокировать телеграмму, и все остальное. Подождите, ой, не надо. Вот, понимаете, до 20-го года еще долго, до 20-го года как минимум полтора года еще. Это же технически не так легко. Подождите, Юрий Львович, давайте все-таки вот поближе. Что будет сейчас происходить? То есть, ну вот 4 дня прошло, с дня блокировки телеграмма, я думаю, что если это не будировать в средствах массовой информации, то она так, ну, как есть такие. Все забудут о том, что телеграмма работает. Мы же сами с вами знаем, любую информацию, если ее 2 недели не трогать, она сама по себе умрет и безвозорадна. Есть такие исследования. Ну, информацию, вот если 2 недели ее не трогать, она умирает. Подождите, а вы думаете, Роскомнадзор не будет каким-то образом будировать вот эту тему, да, и как-то все-таки настаивать, потому что телеграмм перестал работать. Не очень выгодно им будет делать, так как они, у них не получилось справиться с задачей, которые... Не очень компетентными техническими специалистами они выглядят лучше. Ну, не знаю, как это уж там происходилось, но есть же вещи, которые технически решать на определенном высоком уровне, и специалисты должны для этого быть. Ну, вот не получилось. Китайцев получилось у нас. Нет, вот все-таки меня, китайский пример, вот вы что хотите, говорите, он меня не вдохновляет, извините. Ну, меня тоже не вдохновляет. Я бы не хотела внутренне интернета. Но надо быть готовым и к такому. Да, и как же мы жить будем тогда? Жили до этого, и будем жить. Без интернета? С внутренним интернетом. У нас будет поисковая система спутник, на которую миллиарды рублей потратили, но не очень эффективно все большие таком уровня пользуются. Ну, я понимаю, что кто-то на этом, конечно, заработает, да, и кому-то будет от этого хорошо, но мне почему-то кажется, что большей массе людей все-таки будет плохо. Ну, у нас же пользователи меньше, чем в Иране, на самом деле. В Телеграме, если в Иране там порядка более 40 миллионов пользователей, то в Российской Федерации 13-15 миллионов всего пользователей. Телеграм, правда, это... Семь процентов, по-моему, Дорфина называла цифру. Да, активная часть населения, в том числе правительственные чиновники, депутаты разных видов. Сотрудники Роскомнадзора? Ну да, конечно. В том числе? Да. Ну, он хорошо работает. Работал. Было пользоваться удобно. Я все-таки надеюсь, что, может быть, он продолжит. Ну, я замечал то, что информация о новостных лентах там опережала новостные сайты интернет-кануны. Интернет-сайтов, чтобы значительно... Традиционные СМИ. Традиционные СМИ это называют... Ну, если интернет-сайты мы уже считаем традиционными СМИ, Ну, хорошо, хорошо. Пусть это будут не традиционные СМИ, это будут сайты, а телеграммы-то еще круче, еще быстрее. Я все-таки, Юрий Львович, знаете, переживая о встроенности России в глобальную, мировую, так скажем так, экономику, систему, в том числе там и жизни какую-то, и туристическую, да? Ну да. И хотела вас, как человек, который довольно часто путешествует, попросить прокомментировать историю с ростом цен на авиабилеты, ростом цен на туры и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что здесь немножко ситуация, вот в моем понимании, не такая. То есть, давайте так, началось все истерически. Да. После падения рубля. При том сокращении реального турпотока наши доблестные туроператоры и все остальные хотят на этом заработать. Воспользовались ситуацией. Я приведу пример. У меня, к сожалению, в прошлом году не удалось это сделать. Я начал мониторить билеты намного заранее в одну из стран Европы. Если это в январе, это в декабре. Намного заранее, это задолго до сезона сейчас. Ну, это не менее 7-8 месяцев мы начинаем заниматься. То есть, за полгода минимум. Да. То, я в абсолютных цифрах приведу пример. Там билет стоил туда и обратно от 19 до 20 тысяч рублей. То на дату, за неделю до даты вылета, которую я как бы планировал, в одной авиакомпании этот билет самый дешевый уже стоил 46 тысяч, а в любимом всем Аэрофлоте он уже стоил 72 тысяч. Поэтому те, кто приобретает билет заблаговременно, получают такую производство. И она существует во все сезоны. Вот сейчас менялся. Нет, понятно, что курс валют некого... Имеет значение. Имеет, да. Но не так глобально, как выросли по показаниям наших туроператоров, в цены. Потому что на самом деле... То есть вы думаете, они задрали их, ну вот условно говоря, повысили больше, чем должны были? Мне кажется, да. Потому что они все равно бронем на места, туровые места, и они все равно проплачивают заранее. Давайте объясним нашим слушателям. У них это уже все выкуплено. То есть они... Ну практически да. ... уже оплатили это все. Еще по старому рублю. Ну конечно. Так. Ну это не всегда получается где-то предоплата. 50%. Ну какой-то есть баланс в этом деле. Но и... Это в общем вся такая же история, как с бензином и нефтью. Нефть дорожает, у нас бензин дорожает, нефть дешевеет, у нас бензин дорожает. То же самое практически происходит с турпакетами и с авиационными... билетами. Но авиатобилеты по крайней мере пересчитываются раз в неделю по средам, насколько я понял. По вторникам. По вторникам, да. Прошу прощения. То есть если... Лучшее время для покупки авиатобилетов это вторник 14 до 16 часов. Запоминайте, пожалуйста, наши слушатели, те, кто самостоятельно путешествует. Вторник с 14 до 16 часов по московскому времени. По московскому времени. Да, это самое оптимальное время покупки. Надо покупать очень заранее, потому что многие... Я уже не про лоукостеров говорю, а даже про... Регулярные. Регулярные компании, да. Они акции проводят. За этим надо просто следить. Вот в Телеграме есть специальный канал даже такой. Тэбл Трак называется. И там действительно вот постоянно вот такие... Такой огромный мониторинг кто-то проводит. И там видно, вот за какие деньги можно... реально купить билеты ну чуть пораньше, да. Хотя есть и такие как бы... Горящие, да. Но они очень существенно отличаются по ценам от того, что же поисковиках, через кайсканеры, ну или другие служки для учителя. Слушайте, надо будет, чтобы вы поделились этим Телеграм-каналом. Прямо вот даже туристическую программу надо сделать. Вот что я думаю. Юрий Львович, все-таки возвращаясь еще к стоимости путевок, потому что не все любят путешествовать самостоятельно. Туроператоры предупреждали нас после того, как рубль упал, о том, что вот есть ограниченное число туров, которые еще по старым ценам, а все остальное пойдет уже с наценкой. Вот сейчас люди, которые все-таки еще пытаются летом куда-то успеть уехать, отдохнуть, сейчас бежать или лучше подождать, как вам кажется? Или лучше Я думаю, что улучшение резкого курса валют не произойдет. Там, конечно, волатильность существует, но это не только связано с курсом на международной бирже. Как мы видим, сейчас такой волатильности нет. Нефть достаточно на высокой цене. Нет, она растет. 73,40 была в бранде. Слово стабильно, вот в моем понимании, это значит, что все хорошо. Нет, она растет даже в цене, а как мы видим, что курсом валют не очень так связан в этом случае. Это греет на том, что какие-то есть иные факторы, факторы, которые влияют на нашу экономику, а санкции влияют на нашу экономику. В общем, бежать или подождать? Сложно давать совет. Я думаю, что ждать большого и разницы не будет. Понятно. Уже поздновато. Уже поздновато. Хорошо. Еще одна тема тоже о встроенности России в глобальную мировую систему. Три минуты у нас остается, даже две, наверное. Как вам кажется, та история, которая началась у нас после очередной порции санкций американских в отношении России и ответ, так скажем, нашей Государственной Думы в части запрета возможного поставок лекарств из Соединенных Штатов и стран союзников по антироссийским санкциям. Насколько реально это все? У нас все реально. К тому, многие другие санкции, подумают, что они произойдут. лекарства это касается напрямую и жизни людей. Я вот, к сожалению, даже не представлял, уже когда это прозвучало, я узнал, что оказывается 27% лекарственных препаратов в объеме реализованных Российской Федерации составляют американские препараты. Не говоря о том, что там есть часть препаратов, которые для особо тяжелых и отсутствующих аналогов. Хотя, вроде бы, глава... отсутствующие аналоги обещают оставить. Да, ну там где-то порядка 90 препаратов всего. Да. Но остальное объем это уже достаточно высокий. Там проблема, Юрий Львович, в том, как пишут сами люди, страдающие какими-то там серьезными Да, так это, смотрите, речь только идет об американских вот этих цифровых препаратов. А есть это еще европейские, есть международные концерны. Да, то это может ударить очень сильно. Люди что-то могут сделать в этой ситуации? Ну то есть вот сейчас я вижу огромное совершенно количество в социальных сетях постов от медиков, от руководителей благотворительных фондов прям вот крик души реально, что что вы делаете не смейте, не трогайте. Если эти люди все сейчас объединятся, то есть петицию, я так понимаю, бесполезно подписывать. Но если они сейчас все объединятся и завалят, не знаю, там Государственную Думу какими-то письмами с призывом все-таки остановиться, это реально? Ну я не очень не верю. Вы не верите? А в то, что запретят лекарства? Все-таки вот вероятность? Пока тоже не верю. Пока не верю. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, был у нас в особом мнении. Я, Анна Лапшина, хотела с вами попрощаться, но, тем не менее, Юрий Львов, все-таки задам вам вопрос от слушателя. Есть. Вы депутат со стажем, спрашивает Василий, как, по вашему мнению, можно определить эффективность того или иного депутата? По какому критерию определить, что вот этот работает, а этот, условно говоря, протирает штабы? Есть один критериум по всему миру существует. Если депутат переизбирает на следующий срок, значит, он работает эффективно. Все эти отчеты и все остальное, что прикладывается при нашей такой системе как бы деятельности депутата, на меня это нонсенс. Вот. Выбирает его дальше, значит, он работал эффективно. Не выбирает, значит, он работал плохо. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, отвечает на вопрос нашего слушателя Василия на нашем сайте хакирова.ру. Вот теперь мы, наконец, все-таки прощаемся. Я благодарю гостя. До свидания и спасибо. До свидания, спасибо.